Газификация территории, ремонт дорог и приведение в порядок социальных объектов. Эти и другие темы стали главными в ходе визита главы региона Игоря Рудени в Лихославльский район. Губернатор посетил местные учреждения здравоохранения, осмотрел детский сад и дом культуры, а также встретился с общественностью муниципалитета. Рабочая поездка Игоря Рудени в Лихославльский район по традиции началась с возложения цветов. Гости посетили обелиск Победы, после чего осмотрели здание детской поликлиники. В прошлом году по проекту «Бережливая поликлиника» здесь была закуплена новая мебель, проведен косметический ремонт, обновлена стойка регистрации. Сегодня медицинское учреждение принимает пациентов не только из города, но и из ближайших сел и деревень. Здесь ведет прием педиатр, работает кабинет УЗИ, установлено новое лор-оборудование. А в ближайшее время по поручению губернатора здесь будет проведен ремонт входной группы. Еще одним объектом здравоохранения, который попал в программу рабочей поездки, стала Лихославльская центральная районная больница. Примоса с работой круглосуточного стационара, гинекологического, неврологического, палеотивного, педиатрического и других отделений. Также глава региона осмотрел новое оборудование, в частности рентгеновский аппарат, который был установлен в учреждении. В ближайшее время планируется ряд других работ. Обновление лаборатории, это обновление реанимации операционной. И еще ряд других необходимых доукомплектаций, замена оборудования уже на более новое, современное. От сферы медицинской к сфере социальной. Игорь Руденя посетил детский сад «Юбилейный». Он был построен в 2020 году по нацпроекту «Демография». Ввод объекта позволил ликвидировать в муниципалитете очередь в детские сады. Сейчас в регионе строится еще шесть дошкольных учреждений. В общей сложности на 1010 мест. Три в Твери, по одному в Торопце, Вышнем Волочке и поселке Бурашево Калининского района. Достаточно высокий, если не сказать, что очень высокий уровень реализации проекта. Пообщались с ребятишками, пообщались с воспитателями. Конечно, воспитатели сегодня дают уже полную обратную связь, как все это работает. Дети всеми нововведениями, которые есть, очень довольны. Особенно всякими сервисными функциями, которые есть. Еще одной темой в ходе визита губернатора в муниципалитет стала газификация. Ее глава региона обсудил на встрече с местной общественностью. Как подчеркнул Игорь Руденя, до конца текущего года необходимо газифицировать три крупных населенных пункта, где есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе библиотека, школа, фельдшерско-акушерский пункт. Это тоже очень важный проект, который ежегодно будет реализован. И до 2025 года должна быть достигнута максимальная реализация этой программы по другим населенным пунктам Лихославского муниципального округа. Много работы предстоит руководству муниципалитета и в культурной сфере. Вот уже 40 лет капитального ремонта ждет вот этот Вескинский дом культуры в деревне Вески Лихославльского района. В этом году с нетерпением рассказывает директор ДК Елена Феоктистова, учреждение в рамках национального проекта культура наконец-то будет приведено в порядок. У нас в выставке концертные программы проходят, и игровые мероприятия для детей, и театрализованные представления. К нам приезжают гости из Твери, из Кимор, цирковые представления. Запланирован капитальный ремонт кровли, замена всех окон, окна у нас деревянные, замена профиль ПВХ, замена наружных и внутренних дверей, ремонт потолка, полы, стены. Наконец, большие перемены ожидают Лихославльский район и в юридическом смысле. 15 апреля территория будет преобразована в муниципальный округ. Новый статус даст новый толчок развития, уверена глава района Наталья Виноградова. Мы рассчитываем на дальнейшую газификацию нашего Лихославского района, на активное участие района в федеральных программах, по ремонту сельского дома культуры, у которого мы с вами находимся. Рассчитываем на движение вперед. Добавим, что ключевыми задачами для района Игорь Рудень обозначил также улучшение демографической ситуации, развитие социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса и уже существующих предприятий.